В Киеве убит скандально известный журналист Олесь Бузина. Его расстреляли прямо возле подъезда собственного дома. Убийство уже назвали политическим и успели прокомментировать не только в Киеве, но даже в Москве. О том, что уже известно следствию и кем был Олесь Бузина, наши корреспонденты. Олеся Бузину убили приблизительно в 13.20, когда он заходил в подъезд собственного дома. Следствие располагает запись у камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала автомобиль предполагаемых убийц. Это Ford Focus синего цвета с иностранными номерами. Двор, в котором жил Олесь Бузина, непроходной, поэтому можно предположить, что убийцы приехали на своем автомобиле заранее и после совершения преступления скрылись. Эту версию подтверждают соседи. Машина какая-то стояла, ну не наша, потому что все друг друга знают в доме и знают все друг друга машины. В момент убийства Олесь Бузина был обут в кроссовке и одет в спортивные штаны и футболку с длинным рукавом. Соседи говорят, что в это время суток он обычно выходил на пробежку. Всегда сам. Ну такой спортивный был, приветливый, бегал каждый день практически. Бобед, да? Ну где-то вот так вот, в такое время. Он всегда бежит туда в пак. Свидетелями убийства стали пять человек. Их сейчас допрашивают. Официальные версии убийства скандально известного публициста правоохранители пока не озвучивают. В столице объявлен план перехват. Есть пуля М-62. Значит, возможно, это пистолет марка ТТ. То есть, сейчас пока мы изучаем это вопрос. Эксперты исследуют. Есть и на груди, и в голове. Владимир Путин убийство украинского публициста прокомментировал буквально через несколько минут, как об этом стало известно. Это не первое политическое убийство. Мы на Украине имеем дело с целой серией таких убийств. Где убийцы вот этих людей? Их просто нет. Ни исполнителей, ни заказчиков. И это предпочитают не замечать ни в Европе, ни в Северной Америке. Как известно, вчера застрелили на пороге собственной квартиры и экс-народного депутата Олега Калашникова. В связи с этим президент Петр Порошенко потребовал как можно скорее найти исполнителей и организаторов убийств Бузины и Калашникова. И приказал следственным органам регулярно отчитываться о результатах расследования. Очевидно, что эти преступления события одного ряда. Их природа и политический смысл понятны. Это сознательная провокация, которая льет воду на мельницу наших врагов. Она направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине, на дискредитацию политического выбора украинского народа. Петр Порошенко, президент Украины. Компания сегодня Мультимедиа, с которой Олесь Бузина плодотворно сотрудничал последние 10 лет и пользовался популярностью у читателей. А с января по март 2015 года являлся шеф-редактором газеты «Сегодня», выражает глубокие соболезнования его родным и близким. Олесю Бузине было 45, у погибшего остались жена и дочь.